Рыба, оленина и ягоды. Из таких ингредиентов студенты якутского и намского техникумов должны были приготовить по три блюда. Холодную закуску, горячий и десерт. В конкурсе приняли участие четыре команды по три человека. Лилия Яковлева одна из участниц конкурса. В кулинарных поединках она участвует не впервые. Как признается девушка, готовить она начала с малых лет. Я готовила десерт. У меня получается сосновая шишечка. Внутри там есть начинка из малины и земляники. Также в основном у меня основа это керчек замороженный. В основном люблю готовить с родителями именно якутскую кухню, но по большей части я сама по азиатской. Жюри оценивали конкурсантов в соответствии с международными стандартами World Chefs. Это и соблюдение гигиенических норм, правильное профессиональное приготовление, внешний вид блюда и самое важное – вкус. В качестве экспертов пригласили шеф-поваров ресторанов столицы. Критериев оценки много, начиная от формы одежды, заканчивая подачей блюд. В кулинарии уже более 15 лет. Сегодня приглашен в качестве эксперта на вкус Якутии юбилейный. Уже 10 лет он проходит у нас в Якутии. Мы как независимые эксперты сейчас будет очень строго. Нужно развивать. Ребята молодые, но видно, что талантливые, очень хорошо готовят, соблюдают все правила и критерии. Я являюсь членом жюри уже не первый год, приглашают на конкурс. Но вот сегодня такой интересный, удивительный конкурс – это вкус Якутии по приготовлению якутской кухни и кухни арктических народов. Знаете, посмотрю, как ребята работают, очень хорошо вообще, молодцы, прям чувствуются какие-то новинки, вот собственное у них свое там идет. В конкурсе победила одна из команд Якутского технологического техникума-сервиса. Победители удостоились специального приза от Ассоциации гостеприимства, а призеры и участники – дипломами и сертификатами. В рамках фестиваля в вкус Якутии также проходят различные мастер-классы, деловая программа с участием экспертов и научно-практическая конференция. Напомним, гастрономический фестиваль продлится до 3 декабря.